Данная занятости Что касается последнего отчёта, то я бы сказал, что такие данные мы получили отчасти из-за сезонной коррекции, отчасти из-за всех изменений в рамках трёхлетнего цикла, а также из-за изменения подхода к расчётам. Многие экономисты полагают, что это на самом деле последний подобный отчёт. Причина этого в том, что со временем австралийское бюро статистики хочет более эффективно вести статистику и сохранять большую часть данных в онлайне. И, конечно, в связи с этим возникает большое количество вопросов, и это самая неприятная часть. В своём последнем заявлении представители бюро статистики объявили о том, что они убрали аспект сезонности из-за отчёта, приравняв её к единице. Это позволит немного выровнять общую тенденцию. Но что касается прогнозов на будущее, я по-прежнему считаю, что нас ожидает повышенная волатильность. Сейчас нельзя сказать точно, что тот или иной индикатор указывает на будущий уровень безработицы в Австралии. Невозможно предугадать, как будет изменяться уровень занятости. Учитывая всё вышесказанное, как австралийское бюро статистики планирует выйти из этой ситуации? Что они дальше будут делать с неточными данными и сезонными факторами? Это очень интересный вопрос, и пока что бюро статистики не может на него ответить. Уже были озвучены и прямые вопросы. Например, почему бы в Австралии не сделать такую же сводку о занятости в несельскохозяйственном секторе, как США? Ведь у нас есть возможность это сделать. Ответ бюро был «всё дело в финансировании». И это довольно противоречивый ответ сам по себе. Потому как отчасти, таким образом, они признали, что проблема в собственной методологии. И в том, что они пытаются работать так, чтобы обойти все неточности своих расчётов. Таким образом, они вводят в заблуждение всех участников рынка. Отчасти из-за этого мы сейчас наблюдаем повышенную волатильность курса австралийского доллара. Потому с точки зрения рынков, эти данные о рынке труда не идеальны. Вот почему австралийскому бюро статистики отчасти должно быть стыдно за свою работу. Пока ещё рано говорить о том, как они собираются решить эту проблему в глобальном смысле. Вероятно, об этом мы узнаем ближе к началу следующего года. Посмотрим, будет ли снова возникать проблема со спектром сезонности и произойдёт ли изменение экономического цикла. Как правило, рынок труда принимает активное участие в формировании общей экономической картины. Формирование каких торговых паттернов нам стоит ожидать? На самом деле, сейчас мы оказались в ситуации, когда трейдерам, которые хотят получить данные об уровне занятости, а не безработице, необходимо обратить внимание на данные, которые ранее считались второстепенными. Это, например, данные о количестве новых рабочих мест, о количестве вакансий. Конечно, эти данные имеют определённое влияние, но не такое сильное, как, например, уровень безработицы. Но сейчас именно они представляют интерес. Людям интересно узнать, сколько было создано новых рабочих мест. Из этого можно сделать вывод о будущем росте экономики страны. Именно на это обращают внимание те, кого интересует уровень занятости. Что касается уровня безработицы, то он продолжает постепенно и довольно плавно понижаться. Сейчас он составляет примерно 6%. И это довольно неплохой показатель, учитывая сокращение объёмов производства на многих горнодобывающих предприятиях и, как следствие, сокращение количества рабочих мест. И последний вопрос. Как бы вы отреагировали на заявление представителей МВФ о том, что в течение ближайших двух лет уровень безработицы в Австралии будет одним из самых высоких в Азиатско-Тихоокеанском регионе? Я бы сказал, что это возможно. Опять же, в своём отчёте представители МВФ также отмечают, что сейчас наблюдается резкое и очень существенное сокращение объёмов производства. На данный момент уровень занятости в добывающей сфере на среднем уровне. Я бы сказал, что он приемлемый, но не очень высокий. И на это стоит обратить внимание, так как традиционно все считают добывающую сферу главным источником новых рабочих мест. А сейчас это не так. Всего лишь 7-8% от всей рабочей силы на самом деле работает в этой сфере. Так как эта сфера сокращается, соответственно, уменьшается и уровень занятости. Но на данном этапе это не такое значительное сокращение. В своих отчётах представители МВФ, как правило, отдают предпочтение более негативным прогнозам. И мы можем понять, почему. Австралия в значительной степени зависит от МВФ и от Китая. Поэтому меня не удивили такие данные. Лично я полагаю, что уровень безработицы может достичь максимального уровня 6,4%. Это был Эван Лукас из компании IG. На этом наше время подошло к концу. Оставайтесь на Докоскопе ТВ. Мы приготовили для вас ещё множество эксклюзивных интервью из Сиднея. Всего доброго. Goodbye for now.